Парни, всем привет! Самара, Улан-Удэ, Калуга, Сыктывкар, Тургут, Волгодонск, Ставрополь, Харбаровск, Пятигорск, Камчатка, Казахстан, Узбекистан. Как всегда, всем огромный привет. Кстати, сзади меня находится самый длинный метромост в мире. Более двух километров он насчитывает. И у него есть такая особенность, что в зависимости от времени года он может менять свою длину. И, кстати, рядом вот еще находится коммунальный мост. Под ним в 1965 году пролетал военный истребитель. Представляете? Наспар или там хайпануть решил неизвестно. Летчик там много версий, но что было, то было. Как всегда, жмите лайк и приятного просмотра! Сейчас поехал восстанавливать шаровую, смотреть, как это делается. Человек вроде как не против, чтобы я приехал, поснимал все это. Так что все, гоу! Смотрите, сейчас заехал, забрал сайлентблок, который разбит. Японский, правда, я надеюсь, конфликта версий никакого не будет, что на немецкую машину японский сайлентблок я поставлю. Получается, я так понял, нужно посмотреть еще, как внутри что-то может быть державое, да, допустим? Да, это все замываем, все замываем, потом горелки выпариваем маленечко, то есть выпарили, помыли, все это дело. И потом уже закачиваем, ну, фторопласт при нагреве. Ага, это вот этим аппаратом, да? Да, то есть он нагревается и закачивается. Этот фторопласт, он на основе, я не знаю, допустим, как стекло, что-то типа такого. Ага. То есть при смазке, когда смазка попадает, мы, допустим, шприцуем, он тогда долго ходит. Ага. Если же не шприцевать, то он быстро выйдет из строя, то есть разбивается быстро, то есть на сухую когда работает. Понятно. А то, что алюминиевый и железный, без разницы в ручках? Без разницы, он на нагреву поддается. Одинаково, да? То есть мы вот на сухую, сейчас на сухую смазки нету, поэтому на сухарь разбился. Пыльник нормальный, где получается? Пыльник целует все. Просто смазка высыпаем. Сейчас всю маску полностью румную, по следующим образом она будет попадаться. Она уже высыпала, сухая, то есть она поэтому еще вроде как бы туго ходит. Ага. Сейчас вымою, и она начнет болтаться. Еще сильнее будет. Ага. Товотнице сейчас сделает. А, да? Да. Я говорю, у нас делают такие, допустим, к примеру, новосибирские. Товотнице не ставят. То есть сделали, чтобы потом обратно приехали. Ну то есть разбило, приехали. А со смазкой она дольше будет. А там какая-то пластиковая втулка есть или это не в таких? Здесь вот она стоит, пластиковая втулка внутри. Сухарь, то есть, ну, как кто его называет. Ага. То есть он как, с завода идет как сухарь. То есть он, у него 3 лепестка, грубо говоря. Ага. Сейчас я начну его нагревать. Он нагревается, начинает подплавляться. Потом мы начинаем гореть, когда в терапласт. Он эти все места пустые заполняет. И, то есть шар облегает. То есть не дает ему рупки. Понятно. И есть, конечно, кто полностью выпаривает. Допустим, полностью выжигает оттуда старый сухарь. Ага. Ну это когда уже прям конкретно она убита. Когда прям болтается очень сильно. То есть у вас еще более-менее. А некоторые прям, ну, то есть ужатывают. И то есть выпаривается. Опять заполняется в терапласт. Только шар выставляется. Маленько фиксируется, чтобы не задевал металл. То есть если будет металл задевать, он либо будет скрипеть, либо еще что-нибудь. Понятно. Вот. И фиксируешь его. Здесь у меня еще не запущенный случай, да? Здесь еще не запущенный случай. Вот отсюда его видно. Вот он из лепестков. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Засылаем патрон в патрон, да? Засылаем патрон. Засылаем. 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 Цитrigа. Разгревается шаровая, чтобы она нагрета была. Чтобы когда пластик его закодил в него, чтобы он не веско остывал, а у дава продавить его. И сам родной фторопласт остается, он маленько подплавливается и перемешивается с этим, да? Да, очень верно, установится одним единым, он полез Все, он уже катачал, вот он запрещал На этом готово все Все, он вылез, отверткой обрабатываю, то есть аккуратно доказываю, чтобы этого больше ничего не было лишнего Сейчас остынет А, ну и смазку надо еще? Да, лишнее убираю, просверливаюсь, то есть фторопласт просверливаю до шара Закручиваю толотники, прошприцовываем, смазка вылазит отсюда А что за смазка? Литоповый моделовский у нас, синий Литоповый модель Литоповый модель Тулку отвергал, да? Ну да, ну где-то, я так понял, вот эта сердцевина, она оторвалась Я говорю, туалку оторвала Ага, ну да, ну да, ну да, ну где-то, я так понял, вот эта сердцевина, она оторвалась Он регулируемый, идет, я так понимаю, разваленный. Здесь еще нормально. Еще походит, да? Вот эта сейчас тугая будет первое время. Я ее сейчас разработаю, она будет тугая. Потом на машину когда поставить, она разработана до такого состояния. Ага, а вот то, что вы говорили, там надо смотреть, ржавое, не ржавое, здесь как? Здесь состояние нормальное, то есть бывает ржавое, даже где-то иной раз бывает. Дрель надо надевать, допустим, на клапанат шинкеттирующую пасту притирают, пасту туда добавляют, и шар крутит пока он достаточно не станет. Ага, прям там внутри, да? Да, то есть вовнутрь добавляют. А вот эта вообще система неразборная, да, получается? Если сухарь разобьет, он вылетит, то есть шар сам вылетает. Ну это когда уже в хлам. Да, случай был, вот когда позавчера там один циферокинг поделал у нас. Ага. Привезли шар отдельный, рычаг отдельный. А, это прям на машине вылетело, да? Я слышал, вот на марках вырывают нижнюю шару. А там, ну то есть, ну так же не сменные, привезли рычаг, не шар. Так же, ну так же нет. Во второпласт уходит все втуго, никаких люфтов нету, как и должно. Это вот эта билитола уже получается пролезть вам? То есть она отсюда выходит, обволакивает ее, заполняет полностью шар. Готово. Мы готов включим. Он сейчас на смазке грудь, все как положено. Что, горячий? Ну. Опять тугой стал, да? Из-за смазки? Да, ее заполняет не сильно. Не может пройти, потому что сейчас то, что аэропласт солил, ей мало, где можно пройти, и вот когда я начинаю шевелить, она тогда уже может еще более-менее пройти. А если бы до этого, к примеру, до ремонта шаровой, я бы струбил толотницу и присылал бы, то она без проблем вылетала бы, потому что уже зазор большой. Сейчас через это отверстие можно обслуживать, да? Без проблем. То есть весна, осень, так же как и карданы. Все, понятно. Это прямо на машине можно получается, да? Да, не снимают. То есть шприцов уже грузили, подключили. Я рычаги ставил вот эти садовские, там все силикончиком побрызгал, там все обработал. Это бессмысленно, мы проедем пару раз. У нас есть, конечно, какие-нибудь индивидуальные клиенты приезжают, там пробрызгайте соленблоки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По стоимости, кому интересно, 1000 рублей получается восстановление шаровой и 300 рублей перепрессовка с 1-блоком. То есть получается, на ходовую часть собрали там чуть больше 5 тысяч, 3 900 рычаги стоили, а 4 900 это с шаровой, и получилось в цвет прям ровно. То есть эти шаровые про запас останутся, ну либо если китайские прям сразу умрут, либо следующему владельцу, счастливому там когда-то, все равно их буду продавать, вручу их как запасные. Мне кажется, на любой машине так же будет стоить. На Тойоте, там, Калдине или Короле, так же и на Бэйхе. Так что этот ремонт у нас обошелся, в принципе, по обычной цене, как и любая другая машина. Но другое дело, что там рычагов и шаровых побольше, чем в той же Калдине, наверное. Вот такая, ребят, технология. Как всегда жду мнения вашего в комментариях, как она имеет права на жизнь, нет. Ну, в принципе, за 1000 рублей я считаю, что почему бы и нет. Но напомню, сейчас у меня на машине стоят новые китайские рычаги на тесте, на эксперименте. Посмотрим, как они развалятся, не развалятся, которые стоят в 4 раза дешевле, чем там дубликат германский. Что еще хочу сказать? Сегодня уже вторая половина июня. Уже лето, можно сказать, в самом разгаре. И, наконец-то, на горизонте первая теплая суббота, которую я так ждал. Уже давненько намечалась встреча для тех, кто не смог зимой подъехать, посмотреть машину, там познакомиться. Для тех, кто хочет вообще изменения посмотреть какие-то, ну и вообще просто пообщаться. Так вот, в эту субботу... Блин, какое число суббота? Так вот, в эту субботу, 22 июня, будет встреча в 15.00. По адресу Новосибирск, Кирова, 3.1. Там рядом такая свободная парковочка, и здесь есть место припарковаться, там постоять, поговорить, обсудить. Как и обещал, проставлюсь перед подписчиками за канал, за то, что пошло развитие, за то, что вообще смотрите. Там, соответственно, вот эти монетизации все идут. Потихонечку, помаленечку. Хоть копеечка к копеечке, как говорится, но идет. Я, кстати, сейчас нахожусь прямо здесь, подъехал посмотреть место, чтобы никому мы здесь не мешали. В принципе, это здание, организация. В субботу выходной день. Никому мы не должны помешать. Давайте взглянем на популярные комменты с прошлого видоса. Так, Марк Кот. Кажется, Марк Кот, я уже читал. Ну, самые залайканы комментарии. Наверное, из немногих блогеров, который при словах прочитал все комменты, не свистит. Уважуха. Ну, что, спасибо. Да, я думаю, многие блогеры читают комментарии, просто не все, может, отвечают так активно, как я. Тем более, если я вижу, что вам это тоже по душе, даже те же приветы, там, 10-15 секунд в начале видео. В общем, спасибо. Игорь Ягодин пишет. Звук выхлопа больше подходит тройке, но никак не семерке. Это представительная машина, а не корт. Ребят, ну, живой звук его, к сожалению, не передать на камеру. Вот просто по городу при спокойной езде просто немного басовитый стал звук и все. Особо никак не отличается. Это уже до отсечки я там кручу, чтобы там что-то показать. На самом деле, в реальной дорожной ситуации такого звука там никогда не слышно. Конрад Анил пишет. Идить колотить, Ромка, ну как так-то? Я-то с дивана сразу увидал, что ты загогулину, ты не тудуть всываешь. Нам-то диванным всегда виднее. Ну да, со стороны всегда виднее, согласен. Ну ничего, в принципе, быстро разобрался. Кто не посмотрел прошлое видео, посмотрите обязательно этот момент. Максим Иванов, Ромаха, привет из Читы. Привет, Максим, привет Чите. Илья Воробей пишет. Звук как у совкового грузовика. Ты с Шишигой в точку попал. Ну, в принципе, открыв видос, как запускают Шишигу в гараже, согласен. Звук очень похож. Николай Романов пишет. Ух, покрашу я тебе Шишигу, Ромыч. Улыбнется она по самые уши. В ближайшее время свяжусь с тобой. Николай, ну я в комментарии тебе ответил, что я только за как-то улучшить машину. В принципе, по покраске согласен. Там есть некоторые элементы, там пару кожаных элементов. Есть там заднее крыло и задняя дверь. Так что, Николай, пиши, если что, в ВК, в Инстаграм. Свяжемся без проблем. Встретимся, обсудим все. Такие дела, ребят. Всем спасибо, кто посмотрел. Жду твоего мнения в комментарии. Также жду лайка, жду подписки на канал. Всем до скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова